Всем привет! С вами снова Данил Букреев. У нас сегодня очередной выпуск рубрики Вопрос-ответ. И спасибо всем, кто прислушался и пишет уже свои вопросы более коротко, более сжато. Это поможет нам ответить на большее количество вопросов. Для тех, кто еще не задавал свой вопрос, ссылка есть под этим видео. Туда заходим, читаем правила и задаем свои вопросы. Еще хочу поздравить всех с прошедшим праздником Днем Влюбленных и пожелать вам найти свою вторую половинку и прожить с ней остаток жизни вместе в счастье и любви. А тем, у кого же есть, вторая половинка сохранить ваши чувства и отношения. Давайте начнем. Первый вопрос. Руслан Фетченко. Привет! Я заказал телефон на Алиэкспресс. Распаковку посылки снял на камеру. Состояние товара было хорошее. Позже, при тщательном тестировании без видеофиксации, я выявил три дефекта. Один телефон тихо звонит, второй дефект при разговоре динамик трещит, третий через наушники воспроизводит музыку отвратительно. Стоит ли открывать споры, какие у меня шансы и на что я могу претендовать? Спор, конечно же, стоит открывать. Собери побольше доказательств. Претендовать ты можешь на частичный возврат денег без возврата товара и возврат товара назад в Китай за свой счет и возмещение полной стоимости твоего телефона. Собери побольше доказательств, посмотри видео про то, как открывать споры у меня на канале и удачи вперед. Я думаю, что у тебя получится решить это в твою пользу. Следующий вопрос. Сергей Александрович, подскажите, пожалуйста, почему многие интернет-магазины, помимо цены на товар, добавляют еще цену на вес одежды? Алиэкспресс в этом плане вышел таким образом, что просто-напросто цена за доставку включена в цену за товар. То есть продавцы тоже платят цену за доставку, по сути, за вес. Но просто она включена в стоимость товара и таким образом просто-напросто этот процесс облегчается. Так что в этом ничего странного нет. Вот ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос. Алексей... Ой, потерял, потерял. Алексей Солдатенков. Данил, я писал тут выше про то, что продавец не соглашается отменять сделку. Так история вчера закончилась. После четвертой отмены и обвинения в мошенничестве продавец все-таки согласился дать мне деньги. Как смотришь на эту ситуацию? Алексей, я не помню твою ситуацию. Честное слово. Нам очень много вопросов каждый день и твою ситуацию я не помню, поэтому прокомментировать не могу. Следующий вопрос. Илья Панин. Привет. Заказал траншет. Продавец написал, что нет наличия, что деньги вернет. Было заказано уже более месяца назад. Ни денег, ни товара, ни кнопки открытия действуют. Помогите, что делать? Во-первых, тебе нужно посмотреть, какой статус заказа у тебя. Отправлен ли заказ, ожидает он отправки или законченный. Если заказ законченный и ты делал отмену, или тебе его просто, например, не отправили, нет трек-номера, то зайди в детали заказа, вкладочка финансили, посмотри, есть ли там возврат. Если возврат есть, но он тебе не пришел в течение долгого времени, обратись в систему, через которую ты платил, банк, веб-мани, киви. А если нет, то напиши администрации. Как написать администрации, есть под этим видео. Следующий вопрос. Ли Лилу. Данил, я заказывал часы, продавец мне... Я заказывал, мне отправил... Прошло уже 20 дней, статус ожидает принятия. Трек-номер нигде не отслеживается. Он отправил Сингапуром. Стоит ли открывать спор? На самом деле, если трек-номер не отображает абсолютно-абсолютно никакой информации, больше 20 дней, стоит открывать спор. Но нужно взять в учет то, что в Китае были праздники, и, возможно, посылка на самом деле просто задержалась на почте и не пошла дальше. Следующий вопрос. Арзи Ханаданова. Данил, здравствуйте. У меня проблема. Заблокировали аккаунт на Алибаба. Он пишет, что аккаунт временно заблокирован из-за соображений безопасности. Пытались реактивировать его. Запрашивали подтверждение личности. Отправили скан паспорта. Пришел отказ. Несколько оплаченных заказов висят. Но есть возможность их проверить. С мобильной программы захожу без проблем. И работает все нормально. Но через комп невозможно. Пожалуйста, подскажите, что делать. Я тоже вам советую обратиться в администрацию. Как связаться, опять же, есть под видео. И написать им четко и лаконично вашу ситуацию. Объяснить, что я могу зайти с приложения. Я предоставляла вам данные. Почему вы не подтверждаете мой аккаунт. Я думаю, что они вам дадут четкий ответ. Следующий вопрос. Андрей Зинченко. Здравствуйте. Подскажите, как обстоит дело с электрошоками. Пугалками от собак. Через таможню пропустят. Андрей, это зависит от твоей таможни. И отправил от твоей стороны. Разрешены ли такие электрошокеры у тебя. Если их можно ввозить, значит проблем не будет. Если нет, то проблемы могут быть. Все банально просто. Для того, чтобы узнать, есть ли с ними проблемы. Обратись в официальные источники. Есть горячая линия таможни. Номера есть в интернете. И есть даже офлайн. Можно им оставить сообщение. И они тебе ответят. Следующий вопрос. Сразу длинный вопрос. Привет, Данил. Заказал на Алиэкспрессе 8 января этого года. Сразу 5 разных товаров. У разных продавцов. 4 мелких и 1 большой. Все они отправились в путь 11 января. 4 мелких пришли ко мне в Россию уже 25 января. А 5 посылка до сих пор отслеживается по трек-номеру экспорт Китай. Продавец хоть в онлайне, но ни одного сообщения о проверке и информации о товаре, где он, так и не ответил. Что мне делать? Ждать окончания таймера и открывать спор. Или идти на почту России писать заявление о розыске посылки. Потому что мне кажется, что ее могли своровать почтари из товара. Почтари, раз товар в большой коробке. А может и подождать. Спасибо, извини за длинный вопрос. Александр, я могу тебе отвечать на вопрос вот так. Что если бы я подумал и мог бы тебе ответить на вопрос, что пошел бы я на почту, еще когда-то я заказывал 4 товара и потом они мне пришли. Ну, Александр, ты мог свой вопрос реально написать в 2 строчки. Зачем мне знать о 4 товарах, которые ты уже давно получил и что с ними все нормально. Описывать, когда они пришли, как они тебе пришли, зачем мне это нужно. Если ты хочешь получить ответ на свою проблему, ты просто объясни проблему. В 2 строчках можно было написать. Я же не рассказываю истории жизни, связанные с вашими вопросами, например. Не подравниваю их под себя. Пожалуйста, задавайте кратко вопросы. Вот мы очень много времени на это потеряли. А что тебе сделать? Тебе нужно посмотреть просто видео про гарантии. Банально. Если сильно долго идет товар, есть гарантия. Если он не приходит через определенное время, тебе возвращать деньги. Больше, ребят, на такие вопросы отвечать не буду. Просто буду удалять. Я перечитываю примерно перед снятием видео вопросы. И если на самом деле объем такой не будет соответствовать насыщенности этой информации, то я буду этот вопрос игнорировать. Мы очень много времени на это тратим. Я хочу вам помочь, но это слишком длинный вопрос. Данил Абзалудинов. Здравствуй, Данил. Скоро ли будут какие-либо гаджеты, типа плееров, планшетов и смартфонов? Хотелось бы видеть их чаще. Если ты говоришь о обзорах на моем канале, то я бы тоже хотел видеть планшеты, гаджеты почаще на моем канале. Надеюсь, что скоро мои друзья закажут себе телефон или планшеты, гаджеты, и мы сделаем на них обзор. А вообще, скоро на канале будет обзор двух телефонов. Следующий вопрос. Гузель Марсовна. Здравствуйте. У этого продавца никто футболки не заказывал. Рейтинг 95,5. Отзывы есть плохие. Стоит ли заказывать? На сообщение отвечает. Ну, вопрос очень глупый. Если у продавца есть плохие отзывы, если он вам не отвечает, то зачем вам у него заказывать? Ищите лучше другого продавца. Не нужен вам такой продавец. Следующий вопрос. Ирина Рагизина. Рагизина. Да, правильно. Нет. Рагизина. Подскажите, пожалуйста, не знаю, куда обратиться. Присылали такой смс. К сожалению, у вас участок, возможно, потерялся по дороге. Пожалуйста, дайте нам свой PayPal аккаунт, и мы вернем вам полную сумму денег. Что такое PAY и что мне делать? Продавец предлагает вам вернуть на PayPal кошелек деньги. Если у вас его нету, просто открывайте спор и решайте эту проблему через спор. Следующий вопрос. Здравствуйте, Денис. Я Данил. Я не Денис. Неприятно, честно. Сделала первый заказ на Али. Заказ 17 января оплатили. На почту пришло письмо, что все прошло успешно. А 31 января мне на почту пришло вот такое вот письмо. Ваш порядковый номер был гашенным, потому что оплата не была сделана. Если не прошла оплата, а снялись деньги, писать нужно в администрацию. Как написать? Есть под видео информация. Следующий вопрос. Максим Решаев. Привет, Данил. Хочу взять кроссовки. Мой размер 42, но слышал, что на Алиэкспресс обувь маломерная. Правда ли это? Пиши, пожалуйста, ситуацию с налогами. Во-первых, о каких налогах ты говоришь непонятно, Максим. А в плане обуви есть видео, как выбрать размер. Нужно смотреть на таблицу и измерять свою ногу. В плане таможни, может быть, ты имеешь в виду тоже. Есть ли у нас в группе специальная тема? Алексей Антонов. Привет. Через сколько дней после выдачи трек-номера начинает отслеживаться? Какой процент от стоимости товара нужно взыскать с продавца, если испорчена та или иная вещь? Трек-номер в среднем начинает отслеживаться через 3-4 дня, но бывают такие случаи, что и через 10 дней, но не позже 15 дня. Вот такое вот бывает. А насчет возмещения стоимости своих убытков каких-то, то это решает только вам. Вы оцениваете повреждение товара, и вы решаете, какую сумму запросить. Нужна ваша помощь срочно. Срочные только платные консультации. Я указал не совсем правильно адрес. Посылка на этапе поступления платежа. Трек-номер продавец еще не выслал. Что можно сделать в данной ситуации? Спасибо. Если ваша посылка на этапе поступления платежа или ожидает платежа, как продавец может дать вам трек-номер? Каким образом? Посылка не отправлена. Отмените заказ. Или просто-напросто поговорите с продавцом. Напишите ему, что вы ошиблись. И напишите правильную информацию. Все. Андрей Чурин. Привет всем. Люди дорогие. Продавец дал мне трек-номер. Такой-то. Что-то с ним не так. Скажите, кто знает, в чем дело, напишите в личку. Андрей, ты сейчас получишь бан. Вообще, прочитай правила темы. Даже отвечать я не буду. Зря только время потратили. Артем Туров. Мне не дали трек-номер. Что делать? Возможно, может быть, твой заказ просто не отправили. Зайди в детали заказа и посмотри. Трек-номер должен быть там. И посмотри, обрати внимание на статус заказа. Ожидает отправки или уже отправлен? Если трек-номер нестандартный, поговори об этом с продавцом. Следующий вопрос. Виктория Ханюкова. Я сделал заказ вчера. Вы там говорили не дать времени исчечь. Оплачила через карту. У меня написано, ваш вид оплаты проверяется. И на таймере осталось уже 6 часов. Хотя было 24 часа. Посмотрите видео про таймеры и вы поймете значение каждого таймера. Не все они опасны. Проверка платежа осуществляется ровно 24 часа. Следующий вопрос. Платон Киселев. Какие ограничения ввели на таможню в России? Без понятия. Знаю, что 150, по-моему, евро поставили ограничения на одну посылку. И все. Больше информации у меня нет. Группа украинская. А, ну, вопросы могут задавать все. Ладно. Дальше. Галия. Кашаева. Здравствуйте. Подскажите, мой заказ на втором этапе. Обрабатывается продавцом. Осталось 7 дней. А было 28. Если пройдет 7 дней и ничего не изменится, мне вернуть деньги? Или мне надо что-то менять? Нет. Если ваш товар продавец не отправит, вам просто вернуть деньги в течение 70 дней после закрытия заказа. Следующий вопрос. Иван Пензин. Данил. Здравствуйте. Мне 13 лет, но с Алиэкспресс я уже заказал. Мне на почте отдадут посылку? Если ты заказал на свое имя, то тебе нужно будет предоставить документ, утверждающий твою личность. И тогда тебе отдадут посылку. Следующий вопрос. Светлана Иванова. Отменила заказ. Причина была, выбрала не тот товар. Прошло 13 дней. Продавец до сих пор не подтверждает отмену. И деньги не возвращает. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации или ждать, пока продавец объявится. На самом деле, обычно в таких ситуациях огромное время продавцы ставят, пропадают куда-то. Или приходится ждать все это время, или как-то договариваться с продавцом. Тут других вариантов нет. Следующий вопрос. Наталья Голковская. Добрый день. Прошу вас подсказать, что делать, если посылка по номеру трека не отслеживается, но общие сообщения продавец не отвечает, и спор не открывается. Спасибо. Во-первых, почему не открывается спор? Во-вторых, сколько дней вашему трек-номеру? Возможно, у вас еще даже нет права открыть спор. Обратите на это внимание. И трек-номер у вас совсем молодой. Или если ваш заказ закрыт, это уже совершенно другая история, другой вопрос. Тут уже нужно проанализировать ситуацию. Опять Платон Киселев. Вроде бы ты спрашивал. Ладно. Напишу кратко, как ты просил. Подскажи, как быть. Перевел спор. Администрация забыла изменить условия спора. Продавец указал в разад 0-0-0. Администрация написала, вы выиграли спор и молчит недели 3. Писал в жалобу центр. Они говорят, что вы выиграли спор, поздравляем. Издеваются, что ли? Во-первых, ты уверен, что тебе вернули 0-0-0? Посмотри решение спора. Посмотри решение спора. И если они перевели спор в претензию, то есть автоматически перевелся спор в претензию, когда продавец вынес свое предложение и стоял нулевой возврат, а потом они автоматически, о, хорошо, мы принимаем вашу претензию, возвращают 0, то ты имеешь право конкретно на них наехать на этот же e-mail, что ты знаешь, и решать уже проблему только так, после закрытия спора. И бывало такое, что они ошибались реально, и все равно человек получал свои деньги назад. Ну, то есть доказывал свою правоту через вот эти вот жалобы центры и доказывал свою правоту и возвращал деньги. Так что еще не все потеряно. У тебя есть еще возможность попытаться решить эту проблему. И опять же, посмотри в деталях спора, сколько ты выиграл денег. Возможно, ты ошибся. Следующий вопрос. Елена Лукашева. Можно ли открыть спор во второй раз, если таймер еще не окончен? Если вы открыли спор, потом его закрыли, но закрыли его, и в этот момент еще было время на вашем заказе, и оно еще идет, именно на обычном заказе, то вы можете повторно открыть спор. Но если вы закрыли претензию, то уже нельзя ничего открыть заново. Следующий вопрос. Платон Киселев. Платон Киселев, ну сколько можно? Ну, танкин магазин. В общем, Платон опять спрашивает про PayPal, и как сделать спор с помощью него, а то в тени делал какие-то у него проблемы. Ну, возможно, когда-то сделаю, но не сейчас точно. Следующий вопрос. Димас Ростовцев. Данил. Привет с Донецка. Подскажи, если заказывал телефон на Али, не было написано, как сейчас, что товара нет в наличии, но тогда, получается, был. Я же оформил заказ, осталось 7 дней до конца обработки, продавец не отвечает. Я написал против быстрее, что делать, если срок закончится, как думаешь. Если срок закончится, товар не будет отправлен, деньги вам вернут. Уже я говорил до этого в этом видео. Следующий вопрос. Александр Кубрушко. Кубрушко, да. Опять огромный вопрос. Заказал на Алиэкспресс. IPTV Box. Обещано было, что я могу смотреть IPTV всего своего провайдера, но оказалось не так. Не подлежит настройке, не подлежит перепрошивке, как калькулятор. Вот, естественно, был открыт спор с полным возвратом денег и товар я отправил купленную посылку назад. Спустя 3 месяца посылка вернулась со штампом невостребованной и снял видео, выложил в YouTube и описал ситуацию в споре. Как мне изменить спор, чтобы вернуть часть денег или как вернуть всю сумму и отправить второй раз товар не хочется. Давайте, дай, пожалуйста, ответ или ссылку, если, похоже, вопрос уже был. Нет, похоже, вопроса не было. Ситуация на самом деле уникальная, интересная. То есть, ваш товар не забрали на почте и вам его отправили назад. Соответственно, за доставку вам никто деньги не вернет. Вы, опять же, стали жертвой. У вас есть трек-номер, по которому вы отправляли продавцу. У вас есть видео, что вы получили по ссылку обратно. Я вам советую написать в администрацию, как написать, есть под видео и туда указать все вот эти элементы четко-четко, добавить видео и все объяснить. И я думаю, что администрация решит полностью вашу пользу этот диспут. Я надеюсь и думаю, что так и произойдет. Так что, удачи вам. Если что, пишите в личку. Даже в такой ситуации постараюсь вам помочь. Это интересная ситуация. Следующий вопрос. Илья Монаков. Привет, Данил. Объясни, пожалуйста, мне тип телефона под названием Refoot Business. Честно, Илья, я в первый раз это вижу и даже не понял твой вопрос. Даже я не знаю, как его прочитать. Дальше. Следующий вопрос. Александр Гринь. Привет, Данил. Как мне написать свой адрес, если я живу в переулке? Так и напиши. Переулок, только на транслите. Есть уже видео, как заполнять адрес. Зайди в видеозаписи сообщества и посмотри, не ленись. Следующий вопрос. Али Газматов. Данил, ответь мне, пожалуйста, за сколько дней до окончания времени заказ нужно открывать спор. У меня осталось 15 дней, но продавец не продлевает время. Стоит открыть спор или еще рано? До скольки дней нужно ждать, не открывая спор одним словом? Посмотри видео про гарантии и ты все поймешь. А вообще, если продавец не продлевает время и спор подходит к концу, однозначно спор. Не спор, а заказ. Заказ таймер подходит к концу, однозначно нужно открывать спор. И посмотри видео про гарантии в нашей группе. Точно тебе поможет. Следующий вопрос. Юлия Александрова. Подскажите, пожалуйста, если я захожу в магазин продавца и выбираю, к примеру, 10 единиц разного товара, мне это все придет в одной посылке? Да. Если вы покупаете у одного продавца, то, скорее всего, вам придет все в одной посылке. В основном всегда так. Следующий вопрос, опять же, от Юлии. Пыталась оплатить с карточки Mastercard. Пишет, что в настоящий момент мы не можем обработать бизнес-коммерческие карты и платежные карты. Как же тогда оплатить? Подождать. Это проблема временная и она отчасти иногда появляется. Чуть подождать. Данил, а что обозначает ответ продавца? И скриншот, на котором я даже при полном желании ничего не увижу. Так что пролетаем этот вопрос. Айжана Кастубаева. Данил, привет. При заказе товара запуталась и не увидела, что доставка платная. С карты снялась сумма только за товар. Причем продавец все же отправил его 85 дней назад. По китайской ссылке товар отслеживаться и он отправлен. Блин, но я не могу правильно прочитать, потому что на самом деле с ошибками. Но в Казахстане он не отслеживается. Писал о продавцу, он не понимает. Таймер продлевал уже два раза. Открывать спор по гарантиям вам нужно. И все. Все. Весь вопрос. Весь ответ на ваш вопрос. Смотрите видео в нашей группе. Сергей Борщук. Привет. Товар без строк номера продавец предупредил. Срок доставки 39 дней. За 5 дней до конца попросил продлить на 10 дней. Но продавец продлил на 35 дней. Мне это не подходит. Товар не для меня. Когда можно открывать спор? Но открывать спор ровно по истечении 39 дней. Если он просто продлил больше, вас это не касается. Гарантии остаются такими же. Так что по гарантиям так и открывайте спор. Как отследить посылку на Алиэкспресс? Следующий вопрос от Валерии Владимировны. Посылку на Алиэкспресс можно отследить трек-чекером, 17-трек, ИТ-мейл и очень куча многих разных других сайтов. И у нас в группе также есть видео, как отследить посылку сайта Алиэкспресс. Следующий вопрос. Света Трушина. «Добрый день, подскажите, что мне делать?» Заказала кожаные ремни. Продавец посылку не отправил. Таймер считает в обратном направлении. С каждым днём увеличивается время обработки. Увеличивается? Но письма не отвечает, мне вернуть деньги или нет. И попросила проверить, жулик это или нет. Сейчас открою, посмотрю. Честно, я, во-первых, очень мало заказов, 163, но так определить, жулик это или нет, я не могу, потому что никаких предпосылок нет для этого. Во-вторых, я не понимаю, как таймер может идти в обратном направлении, то есть время нарастает. Такого быть просто-напросто не может. И если ваш товар не будет отправлен, вам вернут деньги. Об этом уже выше говорил. Следующий вопрос. Вася Цапулич. Вопрос. «Откуда таможня знает, какая стоимость, к примеру, телефона в посылке?» «Стоимость указывает продавец на почте?» «Если да, то можно ли договориться с продавцом, чтобы он выслал 10 телефонов, но стоимость посылки указал, к примеру, 290 евро, чтобы не платить налог?» «Спасибо». Да, продавцы занижают стоимость, оценку посылки они занижают, но таможня может, имеет право задуматься. Да, такая большая посылка, и проверить ее. Посмотрят, что там 20 телефонов, допустим, да, и написано «оценочная стоимость 300 долларов». Такого, грубо говоря, быть не может. И просто-напросто они сами производят оценку посылки. Они на это имеют право. То есть, идет переоценка посылки. Такое возможно, и такое, скорее всего, и произойдет, если вы закажете очень-очень много телефонов в одной посылке. Так что советую все-таки разбивать, ну, хотя бы по 2-3 телефона и заказывать вот таким вот образом, и пусть продавцы все равно пишут слегка заниженную цену. Так, следующий вопрос. Уже скоро заканчивается вопрос. Осталось всего лишь 3 вопроса. Подскажите, можно ли оплатить заказ кредитной картой Дельта Банка? Если ваша карта предназначена для покупок в интернете, для оплаты покупок, тогда можно. Советую вам обратиться в свой банк и уточнить у них это. В некоторых банках есть такие вот штуки, как интернет-лимит и тому подобное, чтобы с вашей карты больше, чем нужно денег не снимали. Советую обратиться в банк. Если на вашей карте есть виза или мастер-карт, наспись, то, скорее всего, вы можете оплатить свои покупки. Следующий вопрос. Предпоследний. Саша Коваленко. Вопрос. Заказал телефон. Вот такой вот снапшот. Продавец дал вот такой вот трек-номер. Я так понимаю, он меня кинуть хочет. Что делать? Оплатил товар как 5 дней. Во-первых, трек-номер может не отслеживаться. Более 5-6-7 дней. Бывает, там через 10 начинается отслеживаться. Так, во-вторых, по трек-номеру пока-пока-пока еще ничего не понятно. Возможно, он отправил почтой Швеции. Пока вообще пусто. Если вот такой вот статус у посылки останется еще в течение 10-15 дней, то это однозначно открывать спор и возвращать деньги. Следующий вопрос. Юлия Грищенко. Или Грищенко, не знаю как правильно. Я не могу понять. Это жалоба на меня? Продавец в споре кинул фото, что из Китая вылетело. А я ему, что в Украине не зарегистрировано. Посылка уже в пути 80 дней. Опять же, в первую очередь советую вам посмотреть видео про гарантии и понять, когда вы имеете право на возврат полной суммы. И то, что вы мне дали. Ссылку. Это для того, чтобы отправлять жалобу, но на продавца. Специальный такой сервер на Алиэкспресс. Вот. В принципе, все. Больше вопросов нет. Ответил на все. Задавайте свои вопросы внизу. Ссылка на специальную тему. Читайте правила темы обязательно. Смотрите другие выпуски рубрики «Вопрос-ответ». С вами был Данил Букреев. Не покидайте нас. Подписывайтесь на новые видео. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...